Илон Маск раскритиковал Apple. Virgin Hyperloop изменит математику путешествий. В Китае создан Магли в поезд, разгоняющийся до 600 км в час. Стартап Mobileye начинает тестировать беспилотные автомобили в Нью-Йорке. Электробайк-робот сможет самостоятельно следовать за хозяином. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Время конференц-звонка с инвесторами и журналистами Илон Маск раскритиковал Apple за политику магазина App Store и использования кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone. Так глава Tesla отреагировал на вопрос о планах компании открыть сеть своих станций быстрой зарядки Supercharger для электромобилей конкурентов до конца 2021 года. Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель – развитие устойчивой энергетики. Мы не собираемся создавать закрытую экосистему и использовать ее для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании и Apple. Затем глава Tesla еще раз проехался по Apple, когда его спросили о цепочке поставок. Очередная порция критики прозвучала в адрес яблочного гиганта за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone. Tesla не использует кобальт в литий-железо-фосфатных аккумуляторах и сводит к минимуму его содержание в никелеевых сплавах. В среднем мы используем 2% кобальта, в то время как Apple – все 100%. Сооснователь и гендиректор Virgin Hyperloop Джош Гигель считает, что проект вакуумного поезда не только ускорит путешествия между городами, но и изменит само представление человечества о путешествиях и командировках. Гигель заявил, что устаревшая парадигма будет разрушена уже в этом десятилетии. Сейчас Virgin Hyperloop планирует реализовать первые коммерческие проекты в 2025-2027 году. Концепция Virgin Hyperloop предполагает сверхбыстрые поездки между двумя городами с помощью эффекта магнитной левитации. Инженеры планируют выкачивать воздух из тоннелей и помещать внутрь пассажирские капсулы, рассчитанные на 20-30 человек. За счет отсутствия воздушного сопротивления, как считают разработчики, поезда Hyperloop будут передвигаться с минимальными затратами энергии и смогут разгоняться до более чем 1000 км в час. При этом герметичное пространство будет невосприимчиво к любым погодным условиям. А сама капсула избежит износа, поскольку во время поездки будет парить в воздухе. Мы меняем математику. Посмотрите, сколько времени вам нужно прямо сейчас, чтобы пересечь Манхэттен. Минут 40. Но вы могли бы поехать из Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия, за меньшее время. Или из Лос-Анджелеса добраться до Лас-Вегаса за те же 40 минут. То, что мы делаем, похоже на то, что делали римские дороги, испанские корабли и самолеты, сокращая время. Связанное с расстоянием, объяснил предприниматель. Китайский железнодорожный оператор CRRC обещает предоставить своим клиентам самые быстрые наземные транспортные услуги в мире. Инженеры компании разработали новый поезд на магнитной подушке, способный разогнаться до 600 км в час. Это всего на 3 км в час медленнее экспериментального рекордсмена от японской GR Central. CRRC Corporation работает над поездами на магнитной подушке с 2016 года. Еще до релиза первого образца компания заявила, что Маглив будет способен преодолевать расстояние между Пекином и Шанхаем около 1200 км всего за 3,5 часа, с учетом проверок безопасности и времени на посадку пассажиров. Для сравнения, аналогичная поездка на автомобиле займет от 12 до 13 часов без остановок для дозаправки. По мнению разработчиков, в ближайшие годы Магливы сформируют новый тип путешествий. Они займут нишу между классическими поездами и авиацией. Конфигурация Маглива позволяет объединить от 2 до 10 вагонов, каждый из которых вмещает до 100 пассажиров. А запатентованная тормозная система, независимо от количества вагонов, позволит сбросить скорость с максимальных 600 км до 0 за 16 км. Коммерциализация поезда пока остается под вопросом. Ранее строительство небольшого испытательного участка протяженностью 30 км рядом с Шанхаем обошлось компанией в 1,2 млрд долларов. Сейчас компания обсуждает строительство полноразмерного маршрута с правительством Китая и несколькими зарубежными операторами. Принадлежащая Intel компания Mobileye, которая специализируется на оборудовании для автономного транспорта, приступает к важному и сложному этапу. Испытанием робомобилей в штате известны своими строгими ограничениями в области беспилотников. По словам президента стартапа, уже сейчас на дорогах Нью-Йорка проходит тестирование 2 робомобиля, а в ближайшие месяцы их станет 7. Испытания автономного транспорта ведутся во многих крупных городах страны, но не в Нью-Йорке, отчасти из очень строгих правил относительно робомобилей. Так, страхующие водители должны постоянно держать руки на руле, а полиция штата сопровождает такую машину, что разумеется должно быть оплачено компанией и разработчикам. Система автономного управления стартапа опирается на две подсистемы. Одна состоит из 12 камер и никаких других датчиков, вторая из лидара и радара, но без камер. Они могут работать порознь, а в конце года стартап планирует создать комбинированную систему. Первая подсистема, обеспечивающая автономность второго уровня, будет установлена на автомобилях Zikr, нового электрического бренда китайского автопроизводителя Gili. Она позволит Мобилай собрать больше данных для дальнейшего обучения флота беспилотников. Также беспилотные поездки со страхующим водителем начнутся в Майами, где компания уже несколько лет проводит испытания своего автономного парка машин до конца этого года. В 2022 году планируется экспансия в Остин, штат Техас, а в течение ближайших пяти лет в разных регионах страны на дорогах появится около тысячи роботок SeaFord, оснащенных технологией автономного управления Argo AI. В США обостряется конкуренция между разработчиками автономного транспорта. Мэри Барра, глава General Motors, заявила этой весной, что надеется представить потребительский робомобиль в этом десятилетии. Представители Ford в феврале рассказали о намерении инвестировать 29 миллиардов долларов в автономные и электрические автомобили. А Volkswagen планирует показать в 2025 году беспилотный микроавтобус, созданный вместе с Argo AI. Китайская компания DaVinci Dynamics вывела на рынок новую модель электромотоцикла под названием DaVinci DC100. Его главная отличительная черта – это то, что он наполовину робот, который умеет самостоятельно балансировать и ездить, правда с небольшой скоростью и недалеко. Например, он может приехать из гаража к подъезду, где его ждет хозяин, или сопроводить его на пробежке. Потенциальная опасность DaVinci частично нивелируется тем, что аппарат не скоростной. Хотя он разгоняется до сотни за 3-4 секунды, основной режим езды экономичный. В частности, электроника распознает начало движения на спуске и автоматически замедляет мотоцикл, чтобы эффективно применять механизм рекуперативного торможения. А при езде самостоятельно DaVinci никогда не разгоняется более 3-5 километров в час. Экономичный режим работы позволяет электробайку при помощи аккумулятора всего на 17,7 киловатт-часов проехать без подзарядки до 400 километров. DaVinci имеет функцию заднего хода для лучшего маневрирования в тесных городских условиях. Цена базовой версии 27,5 тысяч баксов, а за комплектацию люкс придется выложить 90 кусков. Вот мы и плавно подкатились к концу этого выпуска. Не забывайте ему ставить лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. Друзья, оставляйте свою обратную связь внизу в комментариях. Подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну и конечно рекомендуйте этот канал вашим друзьям. Ну и на этом у меня все. Я желаю вам отличного настроения. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok